Всем привет! В эфире налоговая переменка. В прошлом выпуске мы с вами обсудили, какие документы нужно получить до заключения сделки с контрагентом. Но чтобы безболезненно пройти выездную, на этом не следует останавливаться. Давайте обсудим, какие документы должны у вас остаться после закрытия сделки с контрагентом. Подписаны договор, акты, счета фактуры и иные первичные документы. Здесь все ясно. Это необходимый минимум, без которого будет уже совсем не сладко. Но чтобы окончательно убедить проверяющих в реальности вашей сделки, советую вам запастись кое-чем еще. Начнем опять с переписки. В рамках исполнения договора стороны находятся в постоянном контакте, обсуждая те или иные нюансы сделки. Подтверждают объемы поставки и ассортимент продукции, порядок передачи сопроводительных документов, необходимость выполнения каких-либо дополнительных работ и так далее. Чаще всего эти рабочие вопросы решаются в электронной переписке. И я не устану повторять. Сохраняйте ее. При выездной ее наличие дополнительно подтвердит реальность ваших взаимоотношений с контрагентом, покажет наличие живых людей с его стороны. Если вашим договором с контрагентом предусмотрено составление каких-либо документов, они должны быть у вас в наличии. На практике компании зачастую используют какие-либо шаблоны договоров с мертвыми нормами. Например, когда-то кто-то вставил в договор обязанность контрагента предоставлять заказчику некие еженедельные отчеты. Никто это условие не соблюдает и в целом по этому поводу не переживает. Но когда придет налоговая и запросит такие отчеты, их отсутствие будет трактоваться как подтверждение нереальности сделки. Ведь если условие в договоре есть, оно должно выполняться. Это логика инспекции. Поэтому проверяйте свои договоры, исключите из них такие мертвые нормы и следите за составлением всех предусмотренных документов. Если мы говорим о договоре на выполнение работ, главный вопрос проверяющих – кто. Кто конкретно выполнял работу? Их цель – получить информацию о таких лицах и допросить. Если вы не можете дать такую информацию, это лишний балл в копилку инспекции. Поэтому обеспечьте наличие таких документов. Это может быть заявка контрагента со списком работников для оформления пропусков, копии самих пропусков, журнал с поста охраны фиксирующих таких лиц и многое другое. На многих объектах работники обязаны проходить инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности. Копии журналов такого инструктажа с подписями работников контрагента также вам пригодятся. Если вы сами являетесь подрядчиком, а ваш контрагент – субподрядчик, то главный вопрос проверяющих – а был ли в курсе основной заказчик? Если для привлечения третьих лиц вы обязаны согласовывать и информировать об этом своего заказчика, позаботьтесь о письменной фиксации таких обстоятельств. Нет ничего хуже для вас, если заказчик сообщит инспекции, что все работы вы делали сами и никакие субподрядчики на объекте не работали. Договор поставки. Здесь краеугольный камень вопросы «откуда», «на чем» и «куда». Лучший ответ на эти вопросы – товарно-транспортные накладные. Из них должно быть ясно, откуда везли товар и куда в итоге привезли. А главное – должна быть информация о конкретном транспортном средстве и водителе, осуществившем перевозку. Инспекция постарается допросить водителей, и если они все подтвердят, то это расстрой проверяющих, а для вас будет прекрасной новостью. Если мы говорим об оказании услуг, и неважно, агентские, юридические, консультационные или другие услуги, здесь главное – показать инспекции, а что конкретно для вас сделали. Большой ошибкой будет представить в инспекцию акт или отчет, где будет в три строчки указано «услуги оказаны», «услуги приняты», точка. Убедитесь, что в закрывающих документах контрагент подробно описал «существо оказанных услуг и их результат». Какие конкретные юридические и фактические действия он совершил для вас? Отсутствие подробностей в отношении оказанных услуг – один из сигналов для проверяющих, что нужно копать дальше в этом направлении. Как гласит русская пословица – готовь сани с лета. Так и с выездной проверкой – готовьтесь к ней заранее. Если у вас будут не только обязательные первичные документы по сделкам, но и те, о которых мы сегодня поговорили, проверка пройдет для вас гораздо проще. У меня же на сегодня все. Пока!